В тех случаях, когда копирование происходит в уже существующий объект, вызывается другой метод. Этот метод называется оператор присваивания. Так же, как и конструктор копирования, оператор присваивания будет сгенерирован компилятором автоматически, если его не определить вручную. Для того, чтобы определить оператор присваивания, надо определить у класса метод с именем оператор равно и одним параметром, таким же, как и у конструктора копирования, то есть это константная ссылка на значение этого типа. Возвращаемое значение оператора присваивания — это ссылка на текущее значение объекта, т.е. на текущий экземпляр Давайте посмотрим, как можно было бы реализовать оператор присваивания для класса целочисленного массива Начнем с конца. В самом конце нам нужно вернуть ссылку на текущий экземпляр Для этого используется обращение к указателю ZIS, мы его разименовываем, и таким образом получаем ссылку на текущий экземпляр объекта Отличие оператора присваивания от конструктора копирования в том, что при вызове оператора присваивания у нас уже существует объект, которому мы присваиваем Поэтому перед тем, как скопировать данные из аргумента оператора присваивания, нам нужно сначала удалить те данные, которые уже есть в объекте Мы сначала удаляем динамический массив, на который указывает поле data После этого мы копируем значение размера массива Выделяем новый динамический массив соответствующего размера И копируем элементы массива в цикле Для того, чтобы наш код работал корректно и в том случае, если мы попытаемся присвоить массиву самого себя, нам нужно проверить, что аргумент, который пришел в оператор присваивания Это некоторый другой массив Потому что в том случае, если мы попытаемся присвоить массиву значение самого себя, то мы в первой же строчке удалим свой массив Чтобы этого не происходило, здесь добавлено условное выражение, которое проверяет, а не вызвали ли мы оператор присваивания для самого себя Кажется немного странным, зачем защищать оператор от присваивания самому себе Вряд ли вы в программе напишите a равно a Однако это может произойти опосредованно при использовании указателя Например, вы присваиваете значение, на которое указывает один указатель, значение, на которое указывает другой указатель При этом вы можете не знать, что эти указатели указывают на одну и ту же переменную Продолжение следует...